Приветствую друзья, в сегодняшнем видео я вам расскажу как обновить прошивку экшн камеры GoPro 5, 6, 7 или 8 поколения, возможно даже 9 вручную, то есть именно через флешку. Для этого нам нужно скачать где-то прошивку, в сегодняшнем видео я покажу, где это достать, как установить и что для этого нужно делать. Значит так, саму прошивку мы можем достать на официальном сайте экшн камеры, то есть ссылочку я ставлю на свою версию, потому что я пользуюсь седьмой версией, то есть GoPro Hero 7 Black, но здесь есть версия и Hero 8 Black и другие версии, которые нуждаются в прошивке. То есть заходите сюда, дальше вам нужно кликнуть вот сюда, где другие способы обновления, обновление программного обеспечения камеры вручную. Объясняю, почему именно вручную, потому что можно обновить ее еще автоматически с помощью приложения для телефона Android, да, там через Google Play вы скачиваете, но минус его в том, что все обновляется через интернет. И не дай бог, если у вас интернет пропадет, то есть вы можете превратить вашу экшн камеру в кирпич, то есть шансы может и небольшие, но тем не менее они есть. Вручную всегда обновлять безопаснее, поэтому повторяйте за мной и у вас все получится. Значит так, для того, чтобы обновить, кликайте обновление программного обеспечения камеры вручную, кликайте сюда, вас перебрасывает на вот такую вот страничку. Здесь у вас показано, то есть обновите вашу GoPro, для этого нужно вам внести здесь некоторые данные, то есть 14-значный серийный номер вашей экшн камеры, где его найти? Найти его можно здесь вот на камере показано, то есть вам нужно отсек аккумулятора открыть, вытянуть оттуда ваш аккумулятор и там будет такая белая наклеечка и на ней будет написан этот серийный номер. Но если вы не хотите с этим заморачиваться, то есть просто включаете вашу экшн камеру, заходите в меню о камере и там есть этот же серийный номер, 14-значный. То есть посчитайте там просто буковки, циферки, если их 14, то это значит серийный номер. Все, вбиваете его сюда, дальше электронную почту свою вписываете и нажимаете следующий шаг. Вот на следующем шагу вы заходите и там будет ссылочка уже на скачивание вашей прошивки. Прошивка идет в архиве, то есть вы ее скачали, вам нужно ее будет потом еще распаковать. Как распаковать? То есть для этого нужно скачать какой-то архиватор, но если вы пользуетесь операционной системой Windows, однозначно у вас этот уже архиватор есть уже по умолчанию. То есть я уже разархивировал файл этот, называется update. То есть update здесь вот у нас находятся вот такие вот три файла. То есть comfw.bin, дальше data.bin и fu.upd. Как-то так вот они называются. То есть эти три файла, они будут находиться в вашем архиве. То есть папочка называется update. Именно с этой папочкой нужно будет его закинуть в корневую папку вашей экшн-камеры. То есть разархивировали ее, если у вас просто вот эти вот три файла там возможно будут находиться, то просто создаете папочку и называете ее update, вот как здесь вот написано, большими буквами. Называйте ее. После этого подключайте вашу экшн-камеру, друзья. Подключайте ее к вашему компьютеру. То есть у вас на экшн-камере должно быть написано, что подключено по USB или по Type-C там, я не знаю. Ну короче, какое-то уведомление должно высветиться на вашем экране. Экшн-камеры. Если все нормально вы подключили, вы увидите, то есть этот компьютер вы увидите Hero7Black, то есть название вашей экшн-камеры. Кликайте сюда. Здесь вам нужно будет зайти в саму экшн-камеру. У вас возможно будет здесь не два, а три файла. То есть D7, потом вот такой типа браузерный ярлык интернета и еще возможно какой-то файл. Вам нужно непосредственно кинуть в эту директорию, эту прошивку. Я ее скидать уже не буду, потому что я уже обновил свою экшн-камеру. Я вам прикреплю видео, как происходит вообще обновление. Там вы увидите все по шаху, как это все делается. То есть кидайте сюда Update. Все, больше вам ничего не нужно. Отключайте вашу экшн-камеру от вашего компьютера или как вы там вообще перекидывали. Ну я обычно со своего компьютера. Вот сейчас она у меня подключена. Просто ради того, чтобы вам показать, что она подключена и она распознается вашим компьютером. После того, когда вы скинули сюда вашу прошивку, отключайте ее полностью. То есть вот вы ее отключили. Сняли кабель фирменный вашей экшн-камеры. Все, закрыли отсек и после этого вам нужно ее включить. После того, когда вы ее включите, у вас вот здесь появится уведомление, что там две фазы обновления будет. Один из двух, потом два из двух и так далее. Сейчас я вам прикреплю это видео и вы увидите, как это все наглядно происходит. То есть обновление происходит там буквально 10-15, возможно 20 секунд максимум. После этого экшн-камера у вас выключится и вы включаете, проверяете, заходите через меню и убеждаетесь, что у вас там последняя прошивка стоит на вашей экшн-камере. Короче, вот как-то вот так вот. Сейчас я вам прикреплю ссылочку на видео с обновлением и вы все увидите. Повторяйте, делайте это так же, как и я и у вас не будет никаких проблем. Ну а теперь, собственно, обновление. Как это все происходит? Зажимаем кнопочку включения на 2 секунды, чтобы наша камера включилась. И вы увидите сразу на монохромном экране одна из двух фаз обновления. То есть две фазы обновления будет. Ждем, пока все у нас обновится. Кстати, забыл сказать, что когда ваша экшн-камера подключена по кабелю, перекинуть файл в директорию корневую обновление не получится. То есть нужно вытянуть вашу флеш-память, карту памяти, закинуть туда файл. И уже потом вставить ее в вашу экшн-камеру и проводить обновление. Это я забыл упустить, но, в принципе, я думаю, вы поняли. Собственно, вот уже вторая фаза. Галочка то, что наше обновление прошло успешно. Тут буквально это заняло 10-15 секунд максимум. Здесь уже написано, что обновление завершено. В принципе, и камера сразу выключилась. Вот такой вот для вас лайфхак. Всем спасибо. С вами был Boost. Всем спасибо за просмотр. Лайки, подписочку. Задавайте ваши вопросы в комментарии. И на этом видео по экшн-камере GoPro не заканчиваться. Всем пока и удачи.